Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя одной из деревень Калинковического района. Убитый числился пропавшим без вести с 20 апреля. Сотрудники уголовного розыска получили информацию, что смерть мужчины носит криминальный характер. По подозрению в убийстве задержали 19-летнего жителя Хойникского района. Он и признался в преступлении. Следственно-оперативная группа обнаружила тело, спрятанное под ветками на участке, который указал задержанный. В последующем следователи провели допрос и проверку показаний подозреваемого с применением видеозаписи. В ходе указанных следственных действий молодой человек рассказал свою версию случившегося. Согласно его показаниям, он двигался по автодороге Калинкович-Хойники и в пути встретил незнакомого ему мужчину. Случайно попутчики решили вместе выпить, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек причинил телесное повреждение, потерпевшему от которого тот скончался на месте происшествия. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается и окончательная правовая оценка его действиям будет дана по окончании следствия. За прошедшие сутки на территории области зафиксировано шесть палов травы общей площадью более 254 гектаров и пять лесных пожаров почти на 30 гектаров. В жилом секторе зафиксировано четыре возгорания. В результате уничтожены две постройки. Обошлось без пострадавших. В Гомеле по улице 2-й Западной горел деревянный нежилой дом. В результате возгорания повреждены стены, пол и имущество в комнате. Рассматривается версия поджога. В Садовом товариществе и Путь-3 в Гомельском районе горел кирпичный жилой дом. Огонь повредил стены и имущество в здании. Вероятная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. А в Будокошелевском районе горели сразу несколько построек. В результате возгорания уничтожены кровля и имущество в деревянном жилом доме и кирпичном сарае. Также сгорела деревянная постройка. Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Аналогичная причина пожара и в Житковичском районе. Там горели две деревянные постройки. В результате возгорания одна из них уничтожена. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Выезжали спасатели и на помощь ребенку. В областном центре девочка не могла снять кольцо. В экстренную службу позвонил дедушка пострадавшей. Девочка 2010 года рождения. Из-за отека пальца не смогла снять украшение. При помощи бокорезов сотрудники МЧС удалили кольцо. Ребенок в госпитализации не нуждался. В Добруше правоохранители пресекли незаконную перевозку спиртосодержащей жидкости объемом более полутонны. Иномарку под управлением 48-летнего мужчины остановили для проверки документов. В ходе осмотра милиционеры обнаружили 25 пластиковых канистр. Внутри была жидкость с резким запахом спирта. Общий объем продукции составил 537,5 литров. Перевозка осуществлялась без сопроводительных документов, а на таре отсутствовали акцизные марки. Содержимое проверяют эксперты. В отношении перевозчика начат административный процесс. 37-летняя жительница Гомеля пострадала от мошенников. В интернете она нашла объявление о трудоустройстве за рубежом. В переписке собеседник предложил ей оформить документы и в течение двух недель приехать в Германию. Гомельчанка не проверила все детали трудоустройства и поверила незнакомцу на слово. По договоренности на карту афериста было переведено 350 долларов США, после чего он перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в милицию. Сейчас оперативники устанавливают личность подозреваемого. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян благодарю за внимание. До свидания.